И с нами уже сейчас на связи Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала Автор Эмпайр, российская оппозиционерка. Ольга, здравствуйте, рада вас приветствовать в нашем эфире. Доброе утро. Ольга, в нашем сюжете озвучала вот такая мысль о том, что без Путина падут репрессии. Репрессий уже не будет, если Владимир Владимирович уйдет с своего поста, то ли в итоге неуспешные специальные так называемые военные операции в Украине, то ли в аспекте транзита власти и так далее. Вам не кажется, что это миф, который, собственно, создается... Да, почему? Ну, есть, собственно, история, мировая история, которая говорит о том, что персоналистские авторитарные режимы, а у нас не просто персоналистские авторитарные режимы, а они состоят тоталитарные, они очень неустойчивы в момент передачи власти. И большинство таких режимов падало как раз в момент передачи власти. И достаточно редко после этого остается он таким же, потому что следующий лидер или коллективное руководство, очень часто после такого персоналистского авторитарного режима именно коллективное руководство приходит ему на смену. Оно будет вынуждено договариваться с мировым, оно будет вынуждено совершать очень много внутри страны, ну, скажем так, либеральных преобразований. На самом деле это было и после смерти Сталина в Советском Союзе, и уже более позднее, когда пришел Горбачев, это тоже уже было там после смерти Андропова. Так что я уж не говорю про Франко и другие, или Португалию Салазара. То есть надо смотреть историю, и она говорит о том, что как раз вероятность изменений после ухода персоналистского лидера, она достаточно велика. Современная Россия, Россия Владимира Путина, к сожалению, я именно так говорю, она была создана именно под него, скажем так, вот те государства, которые называли эти режимы, которые называли, но тут же Сталин. Не Сталин начал Советский Союз, да, он начал эти репрессии, его команда, скажем так, и Феликс Дзержинский, родоначальник красного террора, и многие-многие другие, Франциско Франко, и Адольф Гитлер, они были лидерами того режима, скажем так. Так, ну, давайте так, Советский Союз, давайте сосредоточимся на, к примеру, СССР. Он не был создан конкретно самим Сталином, да, он создан был до него. Путинский же режим создан конкретно Владимиром Путином при там сговоре элит, ну и так далее, там подобное, не будем сейчас в это закапываться. Вам не кажется, что сейчас Путин это больше, чем персона? Путин и путинизм, ну, это целая такая новая идеология, это целая система. Если убрать вот этот главный элемент, может ничего не поменяться. В плане потому, что, слушайте, 20 лет строилась эта система. Эта система выстраивалась под конкретного человека. Она работала для самой системы, ей так кажется, прекрасно просто, без сбоев. Ну, это, в принципе, можно судить об успешности по состоянию на 2022 год. Что Владимир Путин при власти, он подмял под себя абсолютно все сферы, даже теперь финансовую сферу, да, там подручное управление передало Госдума, финансовую систему Российской Федерации Владимиру Владимировичу. По сути дела, Владимир Путин это икона сейчас. И даже, ну, не знаю, в условиях смерти, например, или смещения Путина с власти, вот эта пирамида, она не падет без этого элемента главного. Ну, останется икона, останется портрет, на который его приспешники будут молиться, и в имя которому будут совершать абсолютно все, что совершали ранее. Абсолютно нет, потому что все, что вы сказали, наоборот, показывает слабость системы при отсутствии Литтера. Во-первых, то, что мы вспоминаем, ну, Советский Союз, он имел идеологию, как и другие персоналистские режимы, о которых мы говорили, будь то фашизм Франка, или будь то национал-социализм Адольфа Гитлера. Да, конечно, это были персоналистские режимы, но они были идеологическими, в отличие от современного российского режима, который ни разу не идеологический, потому что воруй все, что можно, это нельзя назвать идеологией, с какой-то стороны не посмотри. С другой стороны, надо понимать, что у власти находится целый ряд кланов, и то, что мы видим сегодня, я имею в виду в том числе и арест Владимира Мау, и бесконечные аресты более мелких людей, которые мы не замечаем, показывает, что война кланов идет постоянно, ее сдерживает наличие во главе этой системы Владимира Путина, но как только начнется борьба за фигуру переходную, эта война кланов усилится, и именно она, в конечном счете, может разрушить вот эту систему. Я не вижу оснований, чтобы они могли договориться, потому что каждый из кланов будет считать, что они сильнее, они могут выиграть эту войну и начать все воровать в одно, что называется, харю. Зачем с кем-то делиться, если можно ни с кем не делиться? Ведь сегодняшняя система – это действительно такое безудержное воровство, когда всем хочется делиться с кем-то еще, ну, например, с российским народом, все меньше и меньше, поэтому, конечно же, и делиться с другими им тоже не хочется. И, собственно, все бизнес-воины – это тоже про это, забрать бизнес, забрать имущество, забрать деньги для того, чтобы делиться с меньшим количеством людей. Именно поэтому такой режим, он очень устойчив при смене первого лица. Ольга, мы вот тут несколькими минутами ранее говорили о дезинформации в России, о ее новой волне. И раз уж мой коллега заговорил о путинизме, можно сказать, как о религии, хотела бы узнать ваше мнение. А как считаете, смогут ли эти обманутые люди, которые верят в Путина как в религию, поклоняются ему как иконе, доверять другому правительству, абсолютно другой риторике? Не придется ли приучать к правде таким же образом, как и насаживали неправду ранее? Я не думаю, что Путин является уж... Да, для кого-то та дезинформация, которая льется сейчас с экраном, она, безусловно, разрабатывается в том числе и с учетом психологических особенностей людей. И я уверена, что какие-то тезисы, они просто вбиваются людям в голову с учетом нейролингвистического программирования и других вещей. Потому что с ними очень тяжело бороться. Что может обрушить вот эту, если мы можем так сказать, веру? Ну, в том числе, что никаких успехов на фронте военных действий не происходит. Когда перелом в войне случится, эта вера начнет обрушаться. И в этом смысле, так как мы понимаем, где находится Кащеева игла, как только до этой Кащеевой иглы доберутся, вся эта пирамида разрушится. И на мой взгляд, все-таки, единственный способ борьбы с этим, это не выстраивать другую пропагандистскую машину, а все-таки говорить людям правду. Потому что единственный способ, это говорить правду и просто открывать сознание для понимания реального состояния вещей, а не пытаться выстраивать другую систему обманов. Очень важно, готовы ли люди эту правду слушать и воспринимать. Вот как считаете, что большая беда для России сегодня? Это запрет на выражение своего мнения и своей реальной позиции, либо же практика доносов, которая, по некоторым данным, прогрессирует сейчас в России? Ну, это же связанные вещи. Доносы, возможно, именно потому, что нельзя высказывать свое мнение. Любой человек, который высказывает свое мнение при тех, кто хочет на него написать донос, рискует получить этот донос. Если бы доносы не воспринимались, если бы можно было высказывать свое мнение, то, собственно, ничего этого бы не было. Поэтому это связанные вещи. И, к сожалению, да, это самая опасная вещь. И, по большому счету, может быть, это одно из самых страшных, что мы получили в наследство от Советского Союза, это писать доносы. Причем на кого пишут доносы? На всех, да? На тех людей, кто, ну, я не знаю, там, неплохо посмотрел на тебя, пошел к тебе по службе, более талантлив, не разделился в твою влюбленность и так далее. То есть можно написать донос на любого человека, который тебе не нравится. Много было историй, когда жены, например, писали на мужей, с которыми поругались, что он собирается ехать воевать в украинскую армию. А потом приходили в себя и говорили, Оля, нет-нет-нет, это я просто со злости. Ну, вы понимаете, дело в том, что за вот эту вот практику доносов держатся как будто бы за какое-то вот последнее наследие, самое памятное наследие Советского Союза. И вот почему вы считаете, что после Путина, собственно, от этой практики откажутся? Ведь это уже некая привычка, некий обычай, особенность, возможно. По большому счету то, что сегодня в России невозможно высказывать собственное мнение, это прямое противоречие российской же Конституции, в которой описаны политические права и свободы, в том числе свободу выражения собственного мнения. Поэтому все те законы, которые сейчас приняли, это, собственно, законы антиконституционные. Я надеюсь, что все-таки настанет время, и оно не слишком далеко, когда эти законы будут признаны антиконституционными и отменены. Соответственно, во всех остальных случаях, вот если мы убираем сегодняшнюю ситуацию политических доносов, любой донос, он может быть опасен, потому что если это лжесвидетельство, то это уголовная статья, и, собственно, любой лжесвидетель может сам сесть на подсудимых, если будет доказано, что он говорит неправду. Поэтому в обычной ситуации, когда политические доносы уйдут, ситуация очень быстро стабилизируется. А если говорить о все-таки практике о нарастании антивоенной волны в России, есть ли какой-то пик роста этой антивоенной волны, который сможет победить полицейское государство? То есть это все крупные города должны восстать, или что должно произойти, чтобы невозможно было эту волну остановить? И вообще возможно ли такое? Если объявить всеобщую мобилизацию, я думаю, что такая волна будет. В противном случае я не думаю, что она может... Тут будет более сложная история. Мне кажется, что общественные протесты довольно значительные. Могут быть после 11 сентября, потому что 11 сентября в России выборы во многих регионах. Например, в Москве выбирают муниципальных депутатов, во многих регионах выбирают губернаторов, законодательные собрания. И мы прекрасно понимаем, каков механизм подтасовки результатов. Это электронное голосование. И когда люди увидят масштаб фальсификации, там может быть действительно следующая протестная волна, примерно такая же, которая была в декабре 2011 года. Поэтому посмотрим. Все-таки экономическая ситуация в России ухудшается. Антивоенные настроения среди молодежи крупных городов достаточно высокие. И все это может вместе сработать на то, что после 11 сентября может быть новая протестная волна. И, кстати, с сегодняшнего дня в России отменяются коронавирусные ограничения, из-за которых запрещали все антивоенные акции. И в связи с этим можно ждать определенных акций. Кстати, почему, по вашему мнению, отменено вообще? И какой предлог будет потом запрещать эти акции? Коронавирусные ограничения почему были отменены? Я смотрю РИА Новости ежедневно. Там они дают постоянно сводку. Журналисты РИА Новости. Слушайте, есть люди, которые болеют коронавирусом. Их достаточно на территории Российской Федерации. В любом другом государстве, наверное, бы не отменяли. Также как-то демократично пошли, отменили. Многие российские оппозиционные СМИ об этом тоже, знаете, с недоумением об этом писали. Это что-то такое было. Понимаете, дело в том, что все же происходит достаточно цинично. Потому что, несмотря на то, что из-за коронавирусных ограничений, например, отменяют протестные акции, тем не менее, проходит праздник алых парусов, где просто толпы людей, просто толпы людей. Никакой там социальной дистанции близко нет, никаких масок близко нет. Поэтому это настолько уже всем очевидно и бросается в глаза, что все-таки, видимо, они решили их отменить. Но я обращаю ваше внимание, что, по крайней мере, по состоянию на вчера, Смольный, это администрация Петербурга, сказали, что они не видели постановления санитарного врача об отмене. Поэтому они еще не знают, можно ли согласовывать массовые мероприятия или нельзя. Поэтому еще тут власти... Да, а сегодня уже прошла новость, что Роспотребнадзор отменился. Федеральных, но региональные власти сами будут принимать решение, можно ли согласовывать массовые мероприятия или нет. Так что еще не факт, что региональные власти начнут согласовывать мероприятия. Посмотрим. Ольга, вы в политике российской давно. Вы видели и знаете, как приходил Владимир Путин к власти, в каких условиях это происходило, скажем так. Больше 20 лет это уже такая история происходит. Вам не кажется, к сожалению, не закрадывается у вас мысль, что все, что вы делали за последние десятилетия, оно напрасно? Ни в коем случае не хочу вас обидеть. Ни в коем случае. Вы делаете достаточно много для... Исходя из современной ситуации, исходя из тех опасностей, которые есть для вас, для ваших близких, для вашей жизни, скажем так. Это, наверное, такое фаталистское все-таки мнение мое. Но тем не менее, к сожалению, вот этот Левиафан, Левиафана, как мы знаем, очень невозможно его побороть. Пока не произойдет какое-то чудо. Наоборот. Я считаю, что то, что мы делали в 90-м и в 91-м, и в начале 90-х, мы делали недостаточно. Если мне в 91-м году, когда распался Советский Союз, казалось, что вот эта тоталитарная империя умерла, и она уже... уже все, уже вопрос исторически закрыт. Оказалось, что нет. И, собственно, это мой главный месседж, с которым я общаюсь со своими знакомыми еще с тех 90-х. Я говорю, слушайте, ну мы не доработали. Мы не сделали достаточным, чтобы закрыть вот эту имперскую страницу российской истории навсегда. Ведь я повторюсь, что все-таки тогда ситуация могла сложиться по-разному. Да, и танки стояли в Вильнюсе. И, собственно, позиция демократических депутатов, в том числе моя, тогдашнего еще, сначала Ленинграда, потом Санкт-Петербурга, межрегиональная депутатская группа, московские депутаты, они во многом сыграли в пользу того, что Горбачев не рискнул подавлять вот эту независимость республик оружием. И, собственно, потом случился 91-й год, когда КЧП не отдали приказ о силовом подавлении людей, которые вышли на улицы, только потому, что они понимали, что этот приказ будет невыполнен. Я прекрасно помню, как наши депутаты ездили, например, в танковые дивизии, стоящие под Ленинградом, и спрашивали, не пойдут ли они на город, потому что это ожидалось, что они пойдут на город. А командир сказал, я выставил ящик водки всем водителям танков, и даже если такой приказ нам будет выдан, никто просто не сможет выехать. Поэтому, собственно, тогда ситуация во многом, благодаря яркой позиции избранных депутатов и людей, была такой, что независимость не стали подавлять кровью. И после этого в декабре 91-го года союз распался. На мой взгляд, мы сделали недостаточно для того, чтобы закрыть имперскую страницу истории навсегда. Но вот сейчас много говорят о руле Запада. И Запад тоже в этом смысле сделал недостаточно для того, чтобы глубже инкорпорировать в себя Россию. Потому что если бы тогда вот это встречное движение между Россией и Западом было, например, такого же объема, как сейчас оно идет между Украиной и Западом, я думаю, что никакого Путина бы не было, был бы совершенно другой президент. И Россия давно была бы в НАТО, и Украина была бы в НАТО, и все бы мы сегодня спали спокойно. Но, к сожалению, история не имеет с так называемым отклонением. Если бы ДКБ, это понятное дело. Последний вопрос. У нас буквально там меньше минуты сейчас. Среди новых политиков, политических лиц, таких как Дмитрий Гудков, сын Геннадия Владимировича Гудкова, тоже бывший депутат, Максим Кац, тоже известный человек в блогосфере, бывший соратник Алексея Навального, если так можно сказать, бывший представитель Яблока, многие другие. Вы видите среди них вот того единого лидера, под которым можно объединиться. Если не Навальный, Навальный, который, к сожалению, сейчас не может выйти на улицы, призвать всех и многое-многое другое, просто потому что человека посадили просто так, скажем так. За кем сейчас будет стоять протестное движение? Минута у нас. Вы знаете, вообще не нужно искать одного лидера. Это должна быть идея. И идея, самое главное, это я уже сказала, что имперскую страницу российской истории нужно закрыть навсегда. В России должно быть демократическое, правовое государство выстроено. И под эту идею нужно действительно сплачивать людей. Когда изменится ситуация, она точно изменится, появятся не только те, кого вы перечислили, а те люди, которых мы сегодня не знаем. И вот это широкое общественное движение, оно и изменит страну. И, наконец, я надеюсь, что все-таки Россия станет той страной, в которой хочется жить и мне самой, и моим детям, и моим внукам. И я верю, что это обязательно произойдет. Страной, которая дает спокойно спать своим соседям. Ольга, мы благодарим вас за то, что вы присоединились. Безусловно. Благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала, автор Эмпайр была с нами на прямой связи.